Добрый вечер, дамы и господа. Это программа во время ее пятничный вариант, скажем так, не совсем официальный. Ну, потому что это кухня, да? Добрый вечер, Хакатия, добрый вечер, Юг Краснодарского края, добрый вечер, Абакан, добрый вечер, Каролина. Добрый вечер, Алексей Иванович. Вот пока не скажешь, она же не поздоровается с вами, уважаемые телезрители. Каролина, надо поздороваться не с Алексеем Ивановичем, а с уважаемыми телезрителями. Добрый вечер, дорогие, наши дорогие телезрители. Уважаемые. Уважаемые телезрители. А почему они тебе дорогие-то? Потому что все... Дороги тебе мама, папа, муж, брат, сват. Ну, ты, кстати, еще колокольчик. Каждый, кто нас смотрит, нам дорог. Мы очень рады. Ну, не знаю, не знаю. А если тебя Бен Ладан смотрит? Все, кто нас смотрит, все телезрители нашего канала нам дороги. Нет, есть те, кто дороги, а те, кто не очень дороги. А еще нам очень дороги наши спонсоры, которых у нас нет. Давайте нашей программе спонсоры, дорогие спонсоры, ну, хотелось бы уже, чтобы был вот такой спонсор, чтобы всем спонсорам спонсор и спонсировал бы нашу кухню. В приобретении инвентаря, а то я сейчас начну жалиться, и на это уйдет два часа. Останавливай меня уже. Я очень рада, что наши телезрители смотрят нас в пятницу. С нами на кухне. Конечно, смотрят. Да давай проверим. Позвоните, если вы нас смотрите. А ты увидишь, никто и не позвонит. Обязательно позвонят. Когда? 22-41-18. Звоните нам. Ну и ждем. Звонок. Не начнем, пока не услышим звонок. Будем стоять. Ты говоришь что-нибудь фоном? А то уфас нас тропует. Как думаете, что мы будем сегодня готовить? Кто бы это мог знать? Ну, может, какие-то есть предположения. Уважаемые телезрители, если не позвоните прямо сейчас в нашу студию. О, есть звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Вечер добрый. Мы вас, естественно, смотрим. Мы хотим увидеть, скорее уже начинайте что-нибудь готовить. Ну, мне кажется, это подстава. Я узнал этот голос. Не верьте, товарищи телезрители. Мы программа честная. Это наш оператор Влад Воронов. Ушел в другой кабинет, представляете, и позвонил. Ну, это ж надо вот такой находчивый и веселый парень нас снимает. Нет, мы ждем не подставного звонка, потому что с подставными мы не работаем, а реальные. Вот давайте следующий звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Алексей Иванович. Софья Афанасьевна, добрый вечер. Здравствуйте. Это все вкусно, насильно. Конечно, мы вас любим. Мы ждем, мы будем, хоть и лет, но время, но нас это сделали. Мы включаем. Как не смотреть по встрече, взять на рецептик. Спасибо вам большое. Вкусного сегодня вечера. Мы вас любим. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Не знаю, насколько он будет вкусный, потому что Каролина ходила, 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 ходила и выходила. Свой рецепт. Я не знаю, что она приготовит. Вы узнаете все в процессе, Алексей Иванович. Представляете, это еще я и буду смотреть, а потом мне это придется еще и кушать. Нет, что-то я уже боюсь, но я купил сегодня в аптеке таблетки предварительно. Поверьте мне, этот рецепт очень давно использую в своем арсенале, давно готовлю, и всем очень нравится. Ну, назови блюдо. Я буду готовить бисквит с начинкой и с бананов. Ты с ума сошла, на бисквит надо времени-то сколько? На самом деле нет, он быстро готовится. А остудить его? Ну, это не совсем бисквит, он больше как пирог, он не падает. Это все очень красиво, все... Он не падает. Мне в ухо сейчас веселый, находчивый подсказал. Бисквит, извините, на Виагре. Ну, такой у нас юмор теперь. Мы как Петросян шутим теперь вот так, не как раньше писали писатели-сатирики Аркадий Хай, Михаил Митчин, которого мы вот читаем вам вечерами. Ну, вот так вот, как Петросянище у нас сегодня в эфире. Ну, начинай, наверное, а то мы не успеем вкусить твой. Что тебе необходимо для этого? Я подам. Мне необходимы яйца. 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 Сахар. Шоколад это мне? Нет. Это, чтобы... Быстрый способ приготовить глазурь, это растопить шоколад. Надо натуру продукты. Так, ладно, вот тут яйца у тебя. Да, масло сливочное. И масло, бери. Так, сахар. Ты что, покупала сахар? Да. У нас сахара полная тумбочка. У нас можно браку делать. Там я посмотрела, там сахара немного. Сколько тебе надо сахара? Стакан сахара где-то я приносила. Стаканчики, вот. Стаканчики, вот. Так, чтобы не видели телезрители, мне надо спрятать упаковку этого сахара. Выключи меня из эфира пока, Алина. Выключи меня, я открою сахар. Алина. Алина. Алина, выключи меня. Вот. Десять раз надо повторить. Прежде чем тын-тын. Извините за это междометие. Можете подать, пожалуйста, нож? Нож какой? Маленький. Пожалуйста. Вам нож маленький. А я все пытаюсь открыть вот этот белую смерть. Или белый яд, или соль белый яд. Соль белая смерть, а сахар яд. Наверное, так. Не помню. Надо присмотреть фильм «Любовь и голуби». Замечательный фильм Мельшова, который никак иностранцы не могут понять. На. Благодарю. Вот тебе сахар. Что еще тебе подать, сразу говори. Так. Ну, тут масло сливочное есть, его нужно будет растопить. А там еще нужна будет мука, сода, уксус. Мука, сода, уксус. Ну, если я суда вот так поставлю, это не реклама у нас. Сода одна, она всегда вот в таком пакете и продается. Это уже фирменный российский стиль. Сода, мука, да? Мука, да. Мука, вот. Сколько тебе надо муки? Два стакана. А вряд ли тут будет два стакана, Каролина. Со всего понемногу найдется два стакана. Там просто со всего понемногу, в понемногу есть мука с сахаром. Помнишь, кто-то у нас тут начутил? Там сахар с мукой. Ну, да. Вот тебе была готовая смесь. Нет, тут все-таки нужны пропорции. Мы вбиваем сначала два яйца, потом добавляем стакан сахара. И смешиваем, пока сахар не растворится. Не обязательно взбивать до густой пены. Тогда какой же это бисквит? Ну, быстрый. Ты белки отдельно? Нет, все вместе. Понятно, как с тобой. Господи, а почему я у тебя сегодня на посыльных? Ну, пришло время поменяться. Ну, шага. Ненадолго, на один вечер. У нас тут нет избирательных прав. Вообще никаких прав нет. Не обязанных. Почему же нет? Потому что. Хочется задавать вопросы. Мы живем в демократической стране. Да ну. Какие открытия мы сегодня слышим? Так, давай сыпем. Это один стакан, да? Угу. Ты его сразу высыпешь? Нет, пока нет. Мне нужно растопить масло сначала. Можно я воспользуюсь плитом? Ну, иди в микроволновку. Чем воспользуешься? Так. На плите будешь растоплять? Нет. А где? Так. Думаю, в микроволновке же можно? Можно. У тебя емкость есть? Здесь найду емкость. Ну, она сейчас одна минута и реклама с новостями. Поэтому пока будут новости, то успеешь это все сделать. А я тебе зацепиваю муку. Для всех понемножку пакетиков. Так. И понимаю, что винить-то некого будет. Если чего. Мы еще не знаем, какая погана мука была. Какая нормальная. Нет, которая с сахаром, я ее не трогала. А где она? Она стоит там, где раньше стояла, да. Ну, все, я теперь сделал два стакана муки. И помни мою доброту. Хорошо, я запомню вашу доброту. Обязательно, Алексей Иванович. О, вот еще мука. Господи. Давайте это сюда поставим. А откуда здесь так сделать мука? Ничего не понимаю. Ну, ладно. Я тогда буду рубить зелень. Я буду свое диетическое питание в жизни притворять. Так, я хотела бы сказать, что пока мы смотрели новости, в наше тесто я добавила к паре яиц, к стакану сахару, я добавила растопленное сливочное масло. Так много масла, 200 граммов или 180 там. Там 180. Да, теперь раньше были эти пачки 250, теперь 180. Как и молоко. И одну чайную ложку гашеной соды. Ты ее чем гасила? Уксусом 70% и одну чайную ложечку воды. Там уксусом тоже одно. Какой кислый, дай нюхнуть. Поднеси, поднеси вот так. О, запах уксуса. Теперь к этому всему мы добавим... Не боишься, что он кислый будет? Нет, он не будет. Поверьте мне, это просто запах то, что уксус открывало из-за этого. Теперь сюда мы добавляем два стакана муки. Которую я просеял предварительно. Да, которую Алексей Иванович добродучно просеял. Я, наверное, не буду укропа вот эти стебельки резать, да? Или порезать стебельки? Резать или не резать? А? Там вот девушка за кадром, которая вот по имени Алина, говорит, давайте порежем. Ну, конечно, ей же это не есть. Ладно, порежем. Потом будем в эфире делать, ведь как это обалденно вкусно. Да что вы, у нас все по-настоящему, Алексей Иванович. Да, зачем их выбрасывать? Конечно, за все уплачено. Зачем их выбрасывать? Нет, вот эти я вообще выброшу. Так, это был у нас укроп, если кто не знает. Мы его вот в эту мясоньку. Типа аккуратненько. Рассказывай истории страшные. Страшные? Моя жизнь прекрасна. Откуда там взяться в страшную историю? Ну, лиха беда начало. Еще не вечер. Прекрасный. Нинтяк, говорит. Заметила, почему американцы такая несчастная нация и плохо живут? Потому что они всегда улыбаются и говорят, что у них все хорошо. Ну, тут опять же, как посмотреть? Психологически доказано, что если человек воспринимает все плохо, то у него так и будет. Нет, мы вот русские всегда грустные и серьезные, поэтому так хорошо и живем. Нет, если ты сам привлекаешь к себе счастье своим настроем, то и оно приходит к тебе. В 19 лет спорить со взрослым человеком, ты в институте так себя ведешь? Если я считаю, что я права, то да. То есть мы старших-то не уважаем. И педагогов ни во что не ставим, не ценим. Они вам читают, читают там лекции с нотациями. Нет, педагоги, они как нас учат, чтобы... Или они просто отчитали и ушли. Пофиг, слушайте, вы не слушайте, да? Если дискуссия допустима, то почему нет? Как на филологии может быть дискуссия? А вы думаете, не может быть? То есть суффикс это или аффикс, префикс или еще фиг знает что? Суффикс это тоже аффикс. Ну да. Только аффикс это их общее название. Префикс еще скажи. Так, да. Так, а что ты про него-то не сказала? Туда же можно и флексии. Вы понимаете, о чем мы говорим-то хоть, дорогие наши телезрители? Не туда, куда смотреть, напишите мне на камере, куда смотреть. Прямо, они обе прямо стоят, камеры. 22, 41, 18. Скрасьте наше одиночество. Пока мы тут веселые и бодры. У меня она получилась густоватой. Мне кажется, лучше бы ты вилочкой это мешала. Что мне подсказывает, что тоже, да. Удобнее было бы. Вон, подойди и возьми там и какую-нибудь вилку. Можешь вот эту взять. Но тут уже кто-то погнул. Зубцы. На. Благодарю. Ну, вилкой и обытовой, обытовой. Есть такое слово обытовой, филолог? Ну, вряд ли. Нету. Если я говорю, значит, это неологизм. И не один я говорю обытовой. Все так говорят. И только вы, вот эти прочитавшие 100 тысяч книжек, профессора сидят, говорят, неправильно так говорить. «От-нють», говорил Егор Тимурович Гайдар когда-то. «От-нють». Веселый был человек. Выпить любил. Да, он вечер, вечерами мог бутылочку виски запросто выпить. Или коньячка хорошего. Он нам читал лекции. Вот это было познавательно. Читал лекции вам? Да. Ты что думаешь, я не учился, что ли? Нет, я знаю, что вы учились. Все более-менее известные люди, а некоторые из них сейчас даже за границей, читали нам лекции. Так, тесто у нас получилось немножко густовато, поэтому можно добавить еще одно яйцо. А у тебя они есть? Есть. Ну да, наши яйца всегда с нами. Хорошая русская пословица. Давай, разбивай их. Вот так. А если упадет туда шкарлупка, знаешь, как легко достать шкарлупку из яйца? У меня есть вилочка. И вилочка только. Надо намочить пальчики в воде, и тогда легко достается вот эта шкарлупка. Не знаю. А вот, знай. Запомню. Так, мы порезали зелень для моего закусона. Порезали зелень, петрушку и укроп. И вы можете себе представить в магазин, где это все право не торговал зеленым луком. Представляете, ну у нас же не лето, не июнь. Лука нет. В стране зеленого мне пришлось взять репку. Поэтому мы сейчас сюда очень мелко будем резать репку, заместив ей. Это я специально такой пакетик взял. Мищенский. Заместив ей, чтобы не пахло, он уже пахнет. Ой. Воды-то и не приготовил я, чтобы он не пахнет. Вот так его сок постараемся срезать, так сказать, салфеткой. Ну, заместим ей зеленый лук. Представляете, ну просто по другим магазинам мне было некогда ходить. Наверняка у других он есть. А вот в этом известном магазине не было зеленого лука. Что тебе надо? А мне теперь нужен пергамент и масло растительное. Масло растительное? Поэтому я думаю, у нас найдется хоть какая-нибудь фея. Ну, пройди да достань сама. Или ты на шнурах. Я сегодня... Я думаю, твой шнурик позволит дойти до края стола и достать масло. Ну или давай попросим Влада, нашего оператора. Влад, пожалуйста, помоги нам. Сейчас Влад нам поможет. Вы увидите в камере его мощную спину. Нет? Давай, масло нам, пожалуйста, достать из ящика. Из нашего ящика. Бутылочку. И пергаментную бумагу, пожалуйста. А у нас есть пергаментная бумага? Конечно. Какое счастье. Она находится там. В том ящике. Вот. Плохо подготовилась Каролина. Не достала ничего. Вот здесь Влад, бумага. Вот в этом. В среднем отсеке рулончик должен лежать. Визуально память моя подсказывает. А помните, вот недавно... Нет, наверное, это давно, потому что я ее хотел в эфир по скайпу позвать. Ну или по зуму. Повариха-то вот резала лук и вдруг стала знаменитой. Только потому что нарезала лук. Снимайте, как я режу лук. Может, у нас тоже будет миллион подписчиков сразу. Так, открываю. Резать лук надо вот так. Дорогие наши фалловеры и кто вы там еще. Тотально сидят. Вы зрители, подписчики. Да. Ну, а в оригинальном рецепте нет такого лука. Ну, а какая разница, в принципе, зеленый лук или не зеленый? Мы его, в принципе, сейчас можем соком петрушки окрасить зеленый цвет. Да? Конечно. А на следующей неделе я предлагаю вам, дорогие наши телетриители, готовить вместе. Я вам накануне скажу, какие продукты надо запасить. И попробуем вместе приготовить. И по фоткам сравним, у кого красивше получится. Ну, про вкус и спрос мы, конечно, не будем спорить. А по внешнему виду поспорим. Хорошо? Если вы согласны с такой идеей, позвоните. Не согласны, не звоните. И озвучите свое мнение. Будем ждать вашего звука. Да. Сделать нам так или не сделать. Будем вместе с вами готовить или не будем. 22-41-18. Можете, пожалуйста, подать мне кисточку? Не будет же одна Софья Афанасьевна за всех вас работать телефонисткой. Вот это Афанасьевна исполнительная женщина. А вот где вы, друзья остальные наши? Говорю же. Так вот. Наверное, все-таки я луком этим все испорчу. Но, а вдруг я открою новый вкус. И это наверняка будет именно так. Так. Теперь что мне надо? Мне надо сюда, наверное, чеснок. Да? Нет. Вот у меня еще лучок остался. Лучок. Лучок. Берем вилочку. Это пока я сюда поставлю. И перемешиваем. Я, конечно, руками могу в перчатках. Ну, что еще тебе подать? Ничего мне не нужно пока. А ты уже разогрела духовку-то? Так. Нам нужно разогреть духовку до 500 градусов. Да, идет. Как-то вы, Каролина, не о том думаете в свои 19 лет. Надо думать о духовке. У меня сессия на носу. А вы о чем думали? Уже тесто, оно, главное, готово в форму. А духовка еще не нагрета у нас. У меня сессия на носу. И потом это будет не бисквит, а какой-то жалкий, твердый. Корж пережаренный. Включайте ватт на 200 градусов. Вверх и нить нам духовочку, пожалуйста. Что ж вы меня так оскорбляете, Алексей Тайванович? Жму оскорбляю. Жизнь не учу. Ха! Ты не слышала, как я умею оскорблять. Причем без ругательных слов. Какие ругательные слова? Никаких. Культурно. Делаю тебе замечания, учу жизни. А старшее поколение так и должно себя вести. Доживешь до наших лет, посмотрю я на тебя. Я-то до 150 проживу. Я тут еще всем мозг вынесу. Так что. Кто со мной до 150? Я доживем до 150. Сам и до 200. Недолго останется. Медицина же шагает вперед. Семимильными шагами. Моя прабабка прожила больше 100 лет. И она еще в 90 лет ходила пешком из Жаровска до Курагина. А Жаровск, если вы знаете, это последняя деревня перед городом Солнца Вицариона. То есть там где-то сотни километров. За два дня управлялась в свои 80 лет. Вот. Хорошая бабка. Но я ее не видел, прабабушка. Так что 200, я думаю, мы вытянем в предсовременной медицине. Хотя не упоминай всю и медицину, да? Тут всякие обезьяны. У тебя есть прививка от оспы? Должна быть. А вот Ирина Ивановна Ягодкина вчера у нас была в эфире. Она говорила, что могут быть спокойные люди, разъемные до 79-го года. А, привитые? Да. Нет, тогда точно нет. Да. А решетка Владик, она вот с этого края. Я еще думал поставить ее, не поставить. Ну, поставь вот в столик. Влад просто достал листик и не знает, что с ним делать из духовки. Ну, мужчина, не обученный поварскому искусству, как я, поэтому он не знает, как обращаться с листиками. Да, Владик? Нет, вот этой ручкой, да, вот так, вот так ее запихивать. Это мы про решетку уже говорим. Вот тут за кадр надо, конечно, показывать. Все самое интересное, как всегда, в студии за кадром. Ну, мне кажется, я хорошо перемешал это все. Мне кажется, да, достаточно хорошо. Так, я снимаю одну перчатку, чтобы посмотреть, что нам пишете вы в наших мессенджерах. Так. Что тебе подать, красавица? Перчатки, я простых отсюда не вижу. Перчатки вон. Где? Вон. Спасибо. Я тебе предлагал. Ты отказалась. А зачем тебе сейчас перчатки уже? Знаете? Нет. Все до последней капли. Должно оказаться на листе. Так. Ой. Глаз зачитался. К радости, видать. Так, смотрим. У меня тут задают совершенно, я бы сказал, неординарный вопрос. А зачем вам звонить в эфир? Ну, порадовать нас. Как зачем-то. Люди добрые. Софья Афанасьевна, почему вас много в студии-то? Почему вы можете помолчать? Это я говорю, вы не должны отдуваться за всех телезрителей. Софья Афанасьевна написала. Обидно меня много в студии, я могу и помочь. Не можете вы помолчать. Говорите, пока можно говорить. Это я к тому, что другие люди молчат, а это не есть хорошо. Почему вы за всех говорите? Да, да. Сейчас еще посмотрю, что тут у нас есть. Окей. 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 Так, а я вот не знаю, мне солить это надо или не надо. Что-то я вот это вот не помню. Ну, пока я думаю, я займусь чесноком. Да. Есть остатки чеснока в старых запасах. Это тут я принес его. Чесночок. Сейчас мы его развяжем. Каролина, убери тарелку, она неэстетично смотрится в нашем кадре. Это говорит режиссер трансляции, девушка по имени Алина. Алина, Каролина. Элина Быстрицкая. Великая актриса. Кстати, жива еще Элина Быстрицкая? Что-то я вот упустил. Уж старенькие все. Уж старенькие все стали. Да, 22, 41, 18. Кстати, вчера я вам задавал вопрос, зачем гордитесь вы после того, как прочитал рассказ Михаила Мишина. Вы не стали говорить на эту тему. А утром сегодня телезрители бурно обсуждали этот вопрос, чем они гордятся. И много кто кем гордится. А таких, чтобы не гордились, не было. Элина. 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 Каролина. Софья Афанасьевна написала, что желает тебе хорошо сдать сессию. Спасибо вам, Софья Афанасьевна. Умерла таки Элина Быстрицкая в 19-м году в апреле. Надо же, забываю. Уходят легенды, уходят. Это же ее монолог. Мужем я битая, печкой убитая, что-то там скалкой убитая. А нет, вот, а печка у печки не битая. Когда она стояла на трибуне сессии Верховного Совета СССР. По-моему, это ее роль была. Ну, старшее поколение должно помнить. Один зубчик. Ты все готова, да? Ну, я жду, пока разогреется духовка. То есть, вот все, мы заканчиваем передачу. Ты сварила свой пирог. Кстати, потом мне будет нужно плетать. Тебе когда нужно будет это заливное твое дело? Можно и в духовке. Ой, не в духовке, а в микроволновой пироге. Тебе просто растопить шоколад? Просто растопить шоколад. А, ну тогда вообще проблем нет. Вон, берешь тарелку и растапливаешь, да? Да. Я-то думал, ты там варить что-то будешь. Ну, просто по привычке удобнее на плите как-то. А не проще его тогда на терке пошоркать и посыпать сверху? Не знаю, мне больше нравится, когда он полит шоколадом. Как-то равномерно везде распределяется. Ну, вот ты достала его горячий, когда он уже испекся. Натерла на него шоколад и вновь в духовку на пару минут, и он там и растаял. И не надо марать посуду. Ну, это, так сказать, мои домыслы, безусловно. Думаю, нет. Правильно, делай всегда так, как думаешь ты, а не как советуют. У нас советчиков полно, а толку от них никакого нет. Так, я не могу же ворчать все два часа, люди добрые. Ну, покажите, что вы хоть там кушаете, стряпаете. Елена Юрьевна, наконец-то, позвоните нам. Вы же наверняка там наворотили уже сладости всяких пирожков. Не знаю, сочни, сырники, гороховый суп с клетками. Кстати, ты ела гороховый суп с клетками? Не гороховый суп, но с клетками ела. А гороховый с клетками ела? Именно гороховый нет. Потому что его не бывает в природе. Надо сварить. Приготовим как-нибудь? Я как-то не особо люблю гороховые супы, поэтому не знаю. Ты просто не ела вкусные гороховые супы. Я не люблю эти чеснокодавилки, поэтому я чеснок натираю всегда. Мне кажется, так лучше. Да, чуть неудобно в перчатках это делать. Но дома-то я без перчаток работаю, сами понимаете. А кто из вас дома в перчатках натирает чеснок? С кем я, собственно, общаюсь, да? Пусть просто куда-то говорю. Позвоните нам, мы хотим услышать ваше мнение. Нет, вот врешь, не возьмешь, не позвони. Да, Елена Юрьевна, да, Алексей Иванович. Я буду сам с собой говорить, да? Ну и ты сама с собой говори, что мы? Вдвоем сами с собой разговаривать? Да, два сумасшедших студии. Пятничный эфир, это называется клиника. Номер шесть. Вот, звонок есть. Добрый вечер. Нет, Алексей Иванович. А, Елена Юрьевна. Там говорить нет, добрый вечер. Здравствуйте, Елена Юрьевна. Сколько сочни уже вышло из-под вашей руки? Нет, ну это не сочни, а так практически, ну, есть попадания. Они, конечно, не совсем яблочко, а стопроцентные, но есть пироги с щавелем, есть пироги с капустой, с зеленым луком и сом, есть горошница. О, и горох я угадал. Слушайте, я давно говорил, у меня дар проведения есть. Да, да, да. Не прицельно, но рядом упало. Угу. Истинная домохозяйка. Так. Правильно, а сфотики нам, Елена Юрьевна, покажите. С горошницу, да? Нет, как вы ее поедаете семьей? Так уже поели все, Алексей. Как? Время еще 19.48. Ну, это у вас. Не у всех такой поздний ужин, как у нас. Я уже поужинала. А когда вы успеваете все? Вы тогда на работе до скольки? Я до 17.00. Ну, и это ж надо сварить все. Ну, есть же предыдущий вечер, когда можно сделать заготовки. Натушить запусту, отварить яйца. А-а-а. Как вы думаете, что это я делаю? Какое блюдо леплю? Честно говоря, я даже не задумывалась об этом. Как не задумывались? Вот совсем не интересно. Ну, я просто слушаю вас, смотрю, что вы там лесите. Вы третите. Героина лесит. Ну, вот у Каролины какой-то, не знаю, пласт теста лежит в блюде. Так страшно мне. Наклони, пусть люди посмотрят. Нормально все выглядит. Смотри, Елена Юрьевна, это нормально? Оно просто выглядит чуть гуще, чем должно быть. Да, сейчас пройдет там какое-то время, да, наглокос. Вот, сейчас увидела. Ну, закрывается пластка, прибойки Робакан-24, поэтому, к сожалению, не могу. Давайте немножко, вот так вот. Ну, вот так мы вытащили из-под значка нашего. Так, что? Ну, нормально. Нормально. Ну, солдат ребенка не обидит, да, Елена Юрьевна? Конечно, человек старается что-то делать, пусть делает, набивает рост и получает опыт. Плохой опыт, это тоже опыт, ему нужно учиться. А что касается... То есть вы априори знаете, что у нее ничего не получится, и это плохой опыт? По рукам, вот так нашу Каролину, по рукам. Нет, она получится, она будет чуть-чуть... Нет, я имею в виду, что если даже будет плохой опыт, когда не получится, это будет урок, а потом пересмотреть рецептуру, быть может, накалкуковки, что-то поменять, добавить, наоборот, не положить. Я просто муки немножко больше положила, видимо, чем нужно было. Да это я специально больше в стаканы налью муки. А, вот оно что. Алексей, кстати, мне кажется, что стоило, наверное, бы лук репчатый, коли не было зеленого, может быть, в уксусе как-то выучить, нет? Еще раз повторите, мне просто режиссер трансляции ухо занял. Что с репчатым надо было сделать? Мне кажется, надо было, может быть, замариновать в уксусе. Я боюсь, что как-то будет сейчас в редких сочетании с зеленью. Я тоже так думаю. А просто целая головка, и я думала, ты остановишься на половине. Ну, я же, вы знаете, не люблю полумеры. Ну, да, да, да. Стакан должен быть и спить до дна. Ну, это образное выражение. Естественно. Вот видите, я как... Стакан воды и спить до дна тоже вполне возможно. Да. Ну, ничего, попробуем. Вдруг это будет шедевр кулинарный. Если добавить яйца, то будет начинка для пирогов. Пироги с укопом. Да это нормально. Кстати, у Каролины есть тесто. Добавляйте яйца. Оно у меня сладкое. И меняйте свою рецептуру на пироги. Или на один большой доливной пирог. Так он сладкий же. Это же бисквит сладкий. Там стакан сахара. Ну, а вдруг вы откроете новый рецепт, ребят. Надо экспериментировать. Ну, кстати, давай. Давайте не будем. Да, не провоцируйте, Елена Юрьевна. Как раздаются новинки? Кто-то что-то придумал. А придумал как? Он, может, и забыл. Так можем за кадром придумать, потом вам показать. А мы позовем вас в эфир. Ой, я приду. Будем ждать. Ну, давайте накануне 13 июля. Июля, по-моему, там 11-й как раз понедельник. Поэтому, наверное, мы встретимся с вами 8-го в 5-е. Да, потому что я там ухожу в отпуск. Вот последний перед отпуском эфир. Приходите в гости. Он уже у нас традиционный. Да, да, да. Будет традиционный эфир. Все, спасибо, Леночка, Юрьевна. Давайте хороших вам пирогов и того, что получится у Алексея. Надеюсь, что будет вкусно и замечательно. Дай бог. Я не уверен. Спасибо еще раз. Спасибо. Вот видишь, добрые люди, когда звонят, и кошке приятно. Так, а мне нужно поставить это в духовку. Что говоришь? А, нам отправили фотографии еды. Кто отправил? Не подписано? Ну, давайте выведем на экран и порадуемся чужому счастью. Я пока поставлю в духовку. Да. Пока показывай нам это что. Что там написано? О, с чумаре суп с клетками гороховый. Ну, это из интернета фотка, товарищи. Я тоже могу из интернета набрать. А, это, это к тому, что не существует такого супа. Ну, видите. Век живи, век учись. Узнал, что существует такой суп. Так, и по забавному личику оператора Влада Ворона, видно, что это он нас подставил, лишь бы нас опозорить. Спасибо, Воронов Влад. Это он нашел фотку, представляете? Нет, чтобы стоять за камерами, он бегает за интернет и фотки тут посылает. Ну, давайте тогда послушаем следующий звонок. Добрый вечер. Добрый вечер, Алексей Иванович. Я могу вопрос. Добрый вечер. Чем полезна нареженная из вилин? Для чего она подходит? Ну, рассказывайте, чем она полезна. А, он уже ушел. Ну, вот так мы и не узнали, чем полезна нарезанная из вилин? Для чего она подходит? А, у меня... Так откуда же я знал? Я говорящая голова. Какие знания в нее вы вложите, то я и буду вещать. Да. Так, нам сейчас бургер покажут. Бургер. Это не еда, это извращение. Ну, почему же не еда? Ой, божечки мой. Ой, божечки. Шторка-то там на заднем плане красивенькая, да? И бургер красивый. А тарелочка не очень. Что за розовая каемочка? Девушка делала, видать, бургер. А там что за лимонная долька лежит? Или что это? Наверное, для вкуса? Или это помидор желтый? А может и помидор? А, вот расшифровка пришла. Это маринованный огурец. Да, странный цвет у маринованного огурца. Но это все, видимо, было в микроволновке еще. А, есть же эти большие, такие желтоватые огурчики. На сковородке, говорит, это сделано. Господи, до чего дошли люди. Интересно. Ладно, продолжаем. Ваше здоровье. Мне теперь надо порезать квадратиками лаваш. А я пока нарежу банан для начинки. Нарезай. А я не умею лаваш вообще работать с лавашом. Во втором части мы покажем те фотографии. Это мы с режиссером ведем беседу. Больше же у нас нет паут. Так, две минуты у нас до рекламы. Вот так быстро, с шутками, прибаутками уходит наше время. Мы вот разворачиваем этот лаваш. А он дырявый. А мне не надо дырявый. Вы все чаще и чаще стали работать с лавашом, Алексей Иванович. Второй раз. И второй, третий уже. Третий. А, ну да, третий. И где тут квадратики? Мне надо раз, два, три. И раз, два, три, четыре, пять, шесть квадратиков мне надо. Где их тут шесть квадратиков вылежу из двух лавашей? Так, нам Софья Афанасьевна прислала пироги. Показывай. Вот какой у нас верный и преданный зритель есть. Софья Афанасьевна. Ну, попробую вот так их сделать. И одна минута до рекламы. Показывай, что там за пирожки. Ой, Владик, отойдите. Какая красота. Наверное, не так мы сказали. Какая вкуснота. Да. Да. Вот опытные люди. Да. А я завтра поеду в деревню. А может, я сегодня ночью уеду. И тоже будут у меня пироги. У меня тоже билет на сегодня в ночь. Домой. Я общественным автобусом не езжу. Это Мавитон. Там коронавирус. Маски никто еще не отменял. В общественном транспорте. И ты сидишь до своего этого маски? Ну, а куда делаться? В общественном транспорте необходимы маски. Что-то я не знал, получится у меня или нет. Теперь я взял вот сырки, дружба, те самые сырки, которые рецептура 1934 года. Не меняется вот у этих сырков. Именно вот у этих. Мне его надо очистить срок, дружба. Так. Ну, уже есть, да, понятие, что я делаю? Да, Каролина? Да. Что я делаю? Мне кажется, это вы все завернете в лаваш. Сырки расплавятся. И это будет что-то вроде какой-то закуски. Потому что пятница развратница, да? Ну, у кого-ка. Или у современной молодежи не так. Ну, да. Вы у нас люди идейные. А мы потерянное поколение, как нас называли. А вы уже какое-нибудь... Потом было поколение Pepsi, потом поколение Next. Господи, каких только не было. Одним из потерянных. Я знаю, что поколение, которое ожидается сейчас, это поколение ТикТока уже ведет. ТикТок уже в прошлом. Ой, когда они вырастут, те, кто родился сейчас, уже будет что-то другое наверняка. Ну, вот в основном это поколение называют так. Ну, это будет поколение ТикТока, это поколение... Тупых. Тупых. Ну, судя по тому, какие ролики выкладывают в ТикТоке, особенно когда туда приходят взрослые и стараются подражать вот этому подростковому видео, это вообще как-то смешно. Но они набирают зато просмотры, над ними смеются, они думают, ими восхищают. Между прочим, тут как-то случайно зашла в ТикТок и нашла кое-что полезное. Вот вещь в чем. Любое заразие есть полезное, да. И любой, и даже змеиный яд в малых дозах полезен. Да. Так и ТикТок. Я нашла канал одного преподавателя русского языка. А, и мы рассказывали о нем, ага. И она учила, как правилам. О, я пробу уже коротко рассказывал. Нет, это женщина. Вот нам пополам сырки нарезаем, люди. Она учила правилам подготовка к ЕГЭ. ОГЭ, вот это вот у нее профили. Очень полезно, кстати. Она как-то короткими видео пытается объяснить, ну, простым языком темы. Получается? Мне понравилось. Ну, я все-таки решился посолить вот эту зелень немного. Пусть она будет немного посолена, да? Чуть-чуть. Сильно не будем. Я в твой пирог не лезу. Дай банан попробую. Банан с солью. Банан с солью не делайте. Теперь досидеть до конца программы. Перемешаю. Все надо делать не спеша. В свое удовольствие поспешишь, людей насмешишь. Вот так размеренно. Экономя энергию в свою жизнь. Ну, мне ж до 200 лет надо дожить. Да. Поэтому я вот ее не трачу. Все, потихонечку уберем лавашик и будем пытаться сделать конвертик. Никогда не делал. Вообще даже не знаю, как это делается. Мне нужна ложка. Ой. Потянуть-ка я за ложкой. А Лешка потянулся за ложкой. Я еще и поэт. Ну, как-то... Может, вы сейчас выбросаете что-нибудь поэтическое? Когда я работаю, я не отвлекаюсь на непонятно что. Можно же совмещать приятное и полезное. Не получается у меня какой-то этот конвертик. По-моему, не получается ничего. Близко-то не показывайте этот позор. Наверное. Вот так попытаться его... Как крупно по рецепту его... Вот именно так надо было. Я не знаю, как его свернуть. Так. Угу. Угу. Ну, экспериментируем. У нас 5 минут до новостей. Я видать сильно порезал мелко. Что делать? Блюдо не получается. Давайте вот... Завязать может его веревочками? Так. Его надо было поближе к краю туда смешать. Ну, давай смешу поближе к краю. Вот так. Посмотрите, поднимем так. Вот так. Ты волосами петличку задеваешь? Вот прошу прощения. И вот так вот заворачиваете. Вот так? Да, ну, на принципе, должен держаться. Немножко нам будет... Может, все-таки цель уменьшить? Потоньше. Можно. Дайте мне, пожалуйста, салфеточку. Благодарю. Давай-ка я его уменьшу. Советы, люди, давайте в эфире. Видите, мучаюсь. Повар мучается. Везда в щурке, как говорил один человек. Мы его решили вот так уменьшить. Теперь вот так, правильно, Каролина, я делаю? Так, или вот эту? Вот так, да? Сначала вот так, а потом вот краешки. Сначала краешки, а потом как... А, сначала краешки. Можно и так было. Так, вот, да? И потом туда его как шаурму. Шаурма. Ну, ладно. Худо-бедно, что-нибудь может и получится. Вот. Ура! Один получился. С худым сыром. Ну, вот такой лаваш у нас маленький. Мал да удал. Теперь этот. У нас получится зато больше кусочков. Не 6, а 12. Так, в какой край-то положить? Вот сюда? Да? Так. Может, скорее всего, сюда и вот так опять... Ну, вот сюда гибнуть. Так, а почему не сюда? Одинаковые же края. Я упрямый. Я сюда. Ну, скажи, как советует женщина и делай по-своему. Народная мудрость. Да? Да. Не знаю. Вот так. Заворачиваем, заворачиваем, заворачиваем. Оп, оп, оп. Смотрите, вторую пошел уже получше. Он, правда, треснул. Ну, ничего. У тебя на этой досточке что было? Банан. Ну, протри салфеточкой и дай мне свою доску разделочную. Я опять разрезаю на две половинки половинку сыра. Одна получилась толще другой. Ну, что сделаешь? Спасибо. Раз, да, банановый запах будет. Ничего страшного, чеснок перебьет. Пока вот так их будем складывать. Сюда. Так, может, вам надо было тарелочку просто? Да, ну, на тарелочку твой бисквит будешь. У нее сегодня не до бисквит, у меня не до рулеты, видимо, какие-то. И до сегодня день такой неудачный. Удачный день. Какая-нибудь планета в ретрограде возможна. Теперь вот с этого края попробую. Вот так. И вот так. Вот так. И вот так. Меркурий, говоришь, ретроградный? Не знаю, пока я с этим не разбираюсь. Разрывается лаваш. Какой-то некачественный продукт. Есть у него такое качество разрываться. Добрый день. У нас одна минута. Говорите быстрее. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Я снимаю эфир. Да, вы в эфире. Да, я вот смотрю, как вы делаете шаурму. Я так поняла, что это шаурма у вас? Нет. А что это? Это просто закуска, сыр на язелье. Не-не-не, кака шаурма. А, понятно. Просто, просто знаете, я когда шаурму делаю, я делаю квадратики, конвертиком складываю. Ну, а у нас вот получилось, не получилось делать квадратики, она круглая была. Поэтому вот такие треугольники какие-то. А, понятно. Ну, вы знаете, я порекомендую в следующий раз, вы этот круг сделайте прямоугольник. И намного проще. А потом нужно зреть, как этот. Ну, отведите, где вы раньше были. И давайте покажем фотографии. Елена Юрьевна прислала нам свои шедевры кулинарного творчества. Вот это что у нас, Елена Юрьевна, стекла? Я пока возьму. Это треуголки. А, нет, это мои пироги. Это ее пироги-треуголки, видимо, так это называется. Ну, не знаю, конечно, внешний вид вызывает ли аппетит, Каролина. Убирай треуголки. Вызывают у тебя? Да, вполне. Этот убери, пока это не надо показывать. Вот ведь. Да, надо слушать внимательно, что говорим мы тут. Ну, так что тебе эти пироги от Елены Юрьевны? Они напоминают самсу. Вот чем-то по виду своими. В общем, извращайтесь вы, Елена Юрьевна, со своими пирогами. Почему? Вполне себе нормальные пироги. Потому что она показала свои. Я смотрю вот на эти причудливые формы штучки. Нет, не завидую. Давайте покажем вот ту следующую фотографию. Это называется мясной хлеб. Вот такой мясной хлеб. Да, можно было бы отведать и мясного хлеба. Служба доставки у нас есть. Если скажете, мы отправим ее за мясным хлебом. Нравится? Ну, вполне себе. Не надо мои треуголки показывать. Очень красивые, симпатичные штуки. И не треуголки вообще-то, а квадратули. А теперь я хочу рассказать о волшебной силе искусства. Пару дней назад у нас был в студии замглавы Коновалова господин Курлаев Юрий Николаевич. И во время эфира ему позвонилась женщина с улицы Комарова 8. У них там мусорный бак. До отказа был забит. И, в общем, кошмар кошмаром. И сегодня утром она нам опять позвонила в эфир и сказала, хоть и пообещал Курлаев убрать, распорядиться, чтобы Аэросити убрали вот эту всю некрасивую картину. Но бак по-прежнему спустя два дня был полон. Мы вновь позвонили в правительство во время эфира. Написали ему смс-ку там и прочее. Помощники господина Курлаева связались с Аэросити и фотографировали то, что было. Вот смотрите, то, что было до нашего звонка. Покажи, Алина, первую фотографию. Вот такой был переполненный бак по улице Комарова. Наш звонок. И показывай вторую фотографию. Да. Вот такой стал красивый и чистый контейнер. Стоило вот позвонить нам. Там, правда, остались ветки. Покажи ветки. Но от Аэросити был вопрос, что ветки вывозит управляющая компания, за что жильцы ей платят деньги. Поэтому ветки на совести управляющей компании. А к вечеру пришло дополнение к этой информации. Теперь на улице Комарова 8 установили второй контейнер, чтобы первый вот так не был забит отходами жизнедеятельности. Но это, конечно, все хорошо. И хорошо, что мы помогли этим людям. А с другой стороны, это что теперь? Каждый двор, где вот такое безобразие, будет присылать нам фотографии. А мы будем писать помощнику Курлаева, помощнице Курлаева. А она звонит в Аэросити, а Аэросити убирает мусор. Согласитесь, длинноватая все-таки цепочка. Хотелось бы, чтобы это все совершалось, ну, как-то само собой, чтобы мы даже не обращали внимания, что там где-то вот такое безобразие. Я сказал свою речь, говорит ты. Ты бананы рано порезал, они у тебя чернись начинают. Кто-то знал, что он будет готовиться дольше. Да, кто знал. Чем предполагалось? А вот, есть такая поговорка, мама отказала, деньги в бидоне. А это, скорее всего, потому что вы здесь вот подругу говорите. Ну, черный глаз, у меня голубой глаз, посмотри. Так какой же силой он обладает, видимо? Ну, у меня бабушка колдунь была еще одна. И вообще, видите, у меня же дар предвидения, если я попал в меню, Елена Юрьевна. Так вот оно что. Вот, значит, все-таки от вас это и пошло. Ну, не скажи, если под меня пошло. Я не многовато ли масло налил? Думаю, многовато. И мне тоже кажется многовато. Тебе не нужна эта тарелочка? Давай-ка мы его сольем. Дорогие телезрители, это много масла или нет? Позвоните, скажите, я показываю. Вот, это много масла? Нет, не видят они. Ну, ладно. Так, да, ставить надо немножко, да? Угу. А потом буду подливать. Наверное, вот так. В случае чего. Оп. Вот. Будет у меня теперь тут развлечение. Салфетку. Девочка, салфетку. Оторви. Давай вот так, обрывистыми фразами говорить. У меня есть имя. Я не девочка, у меня есть имя. Так, в фильме Мэри Поппинс. Я это, фрю, 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 как ее? Мисс Харпия, Мисс Фурия. Олег Табаков-то играл. Вот это я. Вот это я. Ну, интересно. Персты пальцы. Вот я пальцы и облачу. Как перчатки по-старорусскому? По-старорусскому? По-старорусскому не знаю. Рукавицы тогда как? Так, убери это, убери это, некрасиво. Мы же культурная программа. А когда же вы и оставили? Так, мы обмакиваем вот в этом жидкости. Это яйцо, просто яйцо. Просто яйцо. И выкладываем в сковороду. Еще вот просто яйцо. Вымакиваем просто. Полностью яйцо. Просто желток у меня, дети звоны, уже испортили мне мои закрутки. Не, девчонки были молодцы на прошлом деле, конечно. Просто очаровательные девчонки. Активные. Как они пели? Вот ты не поешь. Вот что с тобой в эфир идет? Ты не поешь. Почему? Давай, попробуй. Могу стихи читать. Ну, прочитай стих. Так, что помню, могу прочитать. Давай. Эдуард Асадов. Эдуард Асадов, любимый поэт нашей Каролины. Да. Россия начиналась не с меча. И салфетку мне дай. Она там. Зря я выливал. Быстро, быстро, быстро. Быстро, быстро. Россия начиналась... Не с меча. Не с меча. Заканчивая чем? Каракия, мать. Можно я продолжу? А, ты уже читаешь? Господи, я не понял. Я думал, ты шутишь. Это название. А, ну все, молчу. Россия начиналась не с меча. Она из косы и пуга начиналась. Правду говоришь. Не потому, что кровь не горяча, А потому, что русского плеча Ни разу в жизни злоба не касалась. Недаром конь могучего Ильи... Смуромца. Ой. Вот из-за вас текста было. Вот как с вами читать, вот, честные слова? Ну ладно, недаром конь. Теперь я уже не хочу читать. Вот так и кончилось. Ну давай, я буду молчать, все. Ну иногда... Не могу молчать. Тогда я начну сначала? Давай. Все, я к сковороде. Даже смотреть не буду. Давай. Россия начиналась не с меча. Она с косы и пуга начиналась. Не потому, что кровь не горяча, А потому, что русского плеча Ни разу в жизни злоба не касалась. Лишь стрелами звеневшие бои Лишь прерывали труд ее всегдашний. Недаром конь могучего Ильи Оседлан был хозяином на пашне. Ну там еще очень много. Я просто недавно начала его учить. Я не понял. Вот ты в прошлый раз на коне прервалась. И сейчас на коне стоила тогда. Нет, я конечно могу. Но я... Если текст у меня рядом будет... Стесняешься? Немножко есть. Ну так ты все, прекращай. И сняться. Это твоя профессия. Я когда в прошлый раз пыталась его Перед людьми просто зачитать. Заплакала? Нет. Но меня сильно отрясало. Как будто я не знаю. Как будто я в шторм попала. Я боюсь выступать на публику. Поэтому... Да, хорошо, что нас никто не смотрит, да, ведь? Хоть не боишься выступать. Да кто смотрит, тишина в эфире. Не звоночка. 22-41-18. Мы ждем вашего звонка. А скажи большой номер, который вон на мобильнике. 8-983-190-00-24. Успели записать? Если нет, то вот. Пишите. А у нас в духовке-то что творится, девочка? Сейчас проверим. Не надо показывать. Не надо показывать. Не надо это показывать. Покажите пока мои вот эти вот штучки. Вот, смотрите, какие симпатульки. Симпапульки просто симпапулистые. Ну что у нас там? Илья, Илья, наконец. Вот и прискакали, наконец. Там не сгорело хоть? Нет? Нормально? Ой, какая красота! Вы сейчас увидите. Тебе дать блюдо поди? На мое блюдо. Мое блюдо. На мое маленькое блюдо. Можете потереть его? Ну, влажное немножко блюдо. Вот Алина, Каролина, то есть ничего ты без меня не можешь сделать. Как и вы без меня? Ничего вот. Вот ничего. Мы друг друга стоим. Так, не надо. Я тебя под Лениным чищу, да? Чтобы путь в революцию дальше. Вы такое сейчас уже и не изучаете. Опа. Ники. Опа-ники. Ну, какой-то турский пряник. Пока это мне напоминает твой творчество. Я просила, чтобы мне нагрели воду. Как то он так и делал. Нагреватель побежал. Нагревать воду. А пока я возьму немножко нож. И разрежу наше творение. Вот так, красивая корочка. А вы думали, что пальцем деланы мы что ли? Нет, все хорошо у нас. Румяная корочка. Внутри сплошной лук я попробовал. Конечно, жуткое дело. Но я надеюсь, часть этой горечи у него уйдет сейчас в процессе нашего выпекания. И нравится моя корочка? Да, красивенько. Ну, стараемся. Все для вас, дорогие телезрители. Но вы продолжайте упорствовать в своем телефонном эгоизме. Нам вас так не хватает. Но почему он не звонит? Почему не звонит? Помнишь это? Помнишь? Не помню. Этот монолог из «Гости из будущей». Пусть они жарятся у меня. А я пока вам, дорогие наши телезрители. Так. 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 Машка. Так. Ты теперь его украшать будешь, да? Да. Поэтому мы ждем, чтобы пропитать его. Давайте это сюда пересыпем. Это можно его украсить. Пытаюсь я добиться до тех, кто наших телезрителей. Микрофон вот прям сидим. Силифон. И в каких утра он раздевает. И моргает, как правительственными глазами делает, чтобы они не улыбаются. И в каких утра он раздевает. И в каких утра он раздевает. Печально не улыбается. Ну почему же вы плачете? Ну, где вы, где вы? А то я вам буду мучить, чем кеме. До утра. До утра, то лучше. О, звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Алексей Иванович, вы что продолжаете? Что-то от двух и жиновата. А? Повторите, я не расслышу. Вы что готовите? И что-то в створотке очень жирно. Ничего, жир. Я не знаю, как это называется. Это какое блюдо у вас? Я прослушал вас. Сейчас скажу, если дойду. Где-то я его записываю. Пекунду, ты, господа. Спасибо, что наконец-то позвонили. А блюдо это называется сырные конвертики с плавленым сыром. А, там внутри лук, да? А, там петрушка, укропчик, лучок. Ну, лук должен быть зеленый. Зеленый я не нашел почему-то. Поэтому у меня репчатый. И сыр плавленый. Это все равно у вас в створотке очень брулить масло. Наверное, ему попить надо было. Нормально. А, сыр плавленый дружба. Вот он славленый дружба. Там уже все расплавилось. Какой соль-то? Нормально будет. Нормально. Опа, корочка. Ладно. Белый аппетит. Всего вам доброго. А у вас сегодня что на ужин было? А у нас сегодня на ужин были беляши и пирожки с капустой. Ой, тяжелая еда на ночь. Тяжелая. Ну, срекло это покушать, ничего страшного. Уже покушали рано время, а еще... Мы уже покушали, так что... Ну, пейте чаев теперь вместе с нами. Да, да, да. Я вам сейчас хочу. Спасибо, Харькова. Всего вам доброго. Дай вам Бог здоровья и хороших... И хороших выходных. Я не прослужил стихотворение ее. Каролина у нас молодец. Спасибо. Вы нам помогаете, потому что она там у него стоит, без помощи, плоховатый. Что-то казалось, да? Не расслышал кто же. Каролина, говорит, что-то мало... Помогает Алексею Ивановичу. Да, она вот спекла, смотрите, пирог, и мы сейчас его, она будет украшать. А, у меня, наверное, пропустилось. Да, вы пропустили. Уверен, я вижу, она просто не пропустила. Сейчас она его будет украшать. Она без меня автономно готовит. Вот пришла твоя горячая вода. Ну, хорошо, спасибо. Доброго вечера. Спасибо. Спасибо вам. Аккуратно. Не спать. Вот видите, стоило включить песню, сразу звонок. Тын-тын. Спасибо. Я думаю, можно достать. Вот сюда я на эту подушечку из зелени выкладываю эти вот штучки. Они тут как раз жирок, как вы говорите, масло. Оно стечет, ничего страшного. Я, может быть, и еще подержал, но боюсь. Боюсь, боюсь, боюсь. А мне необходим сахар. Только я его не вижу. Кого? Сахар. А я его уже убрал. Я думал, тебе не нужен будет сахар. Я тут наводил порядок во время паузы. И давай попротив Влада достать нам сахар. Вот и все. Что? Да, пока вот держат мое блюдце, Владик достанет сахаром. Извини, Каролина, я не специально. Я ради красивой картинки. Ты же меня не предупредила? Да, я забыла вас предупредить об этом. Матя, какое у меня солнышко получается. Господи. Мишлен. Пять сверст ресторан. Ресторан Пикулька у нас. Во, я придумал название. Ресторан Пикулька. Приходите к нам на Пикули. Они сейчас как раз... Я не понимаю, Владик, почему вот такое кислое выражение лица? Ну? Вам не нравится то, что происходит у нас здесь в студии? Мяса нет. Мяса нет. Забудь о мясе. Ну, сегодня у нас без мяса, да. Чуть-чуть я сжег перчатку. Ну, бывает, ничего страшного. Теперь мы будем пропитывать сладкой водичкой. Ой, а так можно? Можно. Сказала бы, я бы сироп принес. У меня есть специальные сиропы. Нет, это именно для пропитки. Чтобы он... Мне жалко, и то я его вылью. Все. У меня последние две штуки. Он просто так будет более мягким и влажным. Так, а почему не позвони мне? Позвони играет. Это что играет-то у нас тут? Мы должны сушать не это. Земфира, конечно, хороша. Но мы должны сушать. Позвони мне, позвони. Так, дай я попробую твои сухари. Что-то тут наокритало. Внимание, я рискую практически жизнью. Каролина первый раз в этой студии готовит. Зато я готовлю дома. Ммм. Такое ручки. Я заберу к чаю тебе домой. Ну хорошо. Без пропитки потом. Хочешь? Нет, спасибо. Я не тебе, я Владу. Итак, дубль два. Кто нам теперь позвонит? Специальное лицо каролина. Мы изображаем людей, которым надо позвонить. Это он меня спрашивает, почему мы застыдем. Кажется, перестаралась. Что, ты? С грустным взглядом. У нас Каролина уже плачет. Покажите ее крупный план. Каролина реально плачет. У нее реально слюзы. Люди, ну позвоните, успокойте девочку. Что я с ней буду делать? Я перестаралась. С грустным взглядом. Бедняжка. 22, 41, 18 наш телефон. Хотим обратный ряд. Ты кто-то, ки? Увиди. Дай тебе толпетку. Нет, все в порядке. Да давай, давай. Я тебе вытру там сведу. Купую девичью сведу. Не нужно. Да. Ну-ка, кто нам тут пишет? Нам тут пишет. Каролина такая славная, утонченная и воспитанная. И пусть не ест после 21 часа. Ты это есть не будешь. И у нас есть звонок. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Говорите чуть громче. Подскажите, пожалуйста, кто готовит. Я готовил сырные конвертики с плавленым сыром. Сыр сырный. Ну, в общем, конвертики с зеленью с плавленым сыром. Сырок Дружба. 1934 года. Не выпуска рецептура 1934 года. Сырок Плавленый Дружба. Здесь внутри зелень, это алло, петрушка, укроп, чеснок. Да, это был чеснок. И лук должен был зеленый. Но в магазине, в котором я это все брал, не было зеленого лука. Мы же не летом живем. Алло, алло, алло. Добрый вечер. Сырки меня? Да, мы вам объясняем, что мы готовим. Да, я вас вот по телевизору слышу, а в телефон, так вот. Ну, не знаю, почему в телефоне тут. И вот все, там репчатый лук вместо зеленого. И теперь вот мы в яйце их обкатали, в лаваш завернули, в яйце обкатали. И теперь жарим на ковороте. А мне нужно растопить шоколад. Давай я тебе растоплю. Результат чего? Так, минуту. Нам тут что-то скинули, говорят, подсмотрел, чтобы я... Сейчас я убавлю музыку и посмотрю ваш рецепт. Так, нам кипки или скинули, да? Это самое быстрое печенье и очень вкусное. Мягкое печенье с яблоками. Яблочные колечки в слоенном тесте. Готовили, говорю. Да, это из интернета, а вот не из интернета, а это... А это вот, это печенье или в кептеле? Ну, выведи это печенье нам на картинку, мы посмотрим. А говорим пока там. Я в литвиновый волос нашел. Я в колпаке. Но я в колпаке. А это Даша. Это от Даши осталось. Вот что нам притрали. Это печеньки такие. Видимо, по рецепту. Мягкое печенье с яблоками. Да, давайте я вам прочитаю быстро этот рецепт. Печенье получается мягким, с нижними кусочками яблок. Дети просто обожают. Яблоки 2 штук яйца, 2 штук. Сахар 100 граммов. Масло сливочное 100 граммов. Плюс для смазывания противня. Мука 280 грамм для посыпания противня. Разреслитель 1 чайная ложка. Ванильный сахар 1 чайная ложка. И на этом рецепт кончается. У меня не видно дальше картинку. А что с этим всем делать? Мне нужно растопить. Ставим мы твою эту на плиту. Твой шоколад. И думаю... Его не ставим. Я сам съем. Вот. И у нас до конца 9 минут. Чувствуя, я не дождусь твоего пирога. Дождетесь? Давай, попробуем. Остается полить шоколадом и все. Пока он растопится. В микроволновке было бы быстрее. Ну, я беру. Ну, давайте сначала. Тем более сначала едят вот такое, а потом шоколадное. Потом шоколадное. Да. На салфеточку. Господи, ребенок. Не было печали, купила баба-порося. Это я прошествую над молодежью. Что? Вкуснота. Да, все вкуснота. Минимум продуктов, максимум удовольствия. Главное, не лениться. А тут и работы-то не было никакой, да ведь? Да, была вроде всегда работа. А что вот? Даже неправильно порезанный лаваш. А, над блюдом, да? Вообще, блюдо очень простое. Очень быстрое. Вы сами все видите. Я вообще это делал местом дело. Но очень сочное. Правильный сыр прям в тему. И хорошо, что мы его напополам разрезали. Так бы его было много, да? И чеснок-то, как ты целоваться сегодня будешь? Ммм. Да, я специально тебе чеснок подсунул. А что? Да. Такой вы плохой человек, Алексей Иванович. Ужасный, мерзкий человек. Ну, где мы живем? Шапакляк, помнишь? Угу. Это я. Прям настолько. Угу. Уже да, шоколад вообще не тупится. Так может его переложить и в микроволновую печь так будет быстрее гораздо. Да, у нас еще 7 минут. Видите, вон пар пошел. Угу. Ну, все-то начинает. Ммм. У меня конвертики прям зашли. Воснимка. Я даже дома сделаю, может быть. А чем я его помешивать буду? Нету мне силиконовой лопатки у носа пригорел. Так, надо его выключить. Надо было его все-таки в микроволновку. Ну, я тебе советовал. А я и собиралась идти тут. Мне нужен прям жидкий шоколад. Очень красивая картина. Ммм. Что это со мной? Держи. Нужен-то прям жидкий. Мм? Нужен прям жидкий шоколад. Нужен жидкий. Я почему-то не жидкий. Ты, блядь, крутой шоколад купил. Надо было покупать самый дешевый. Добавь воды с флакой. Да добавляй не бойся. Все зальешься. Сворачивается. Как будто сворачивается от воды. Сворачивается? Смотрите. она выкипает. Выкипает. И он пустеет, да? Ну, ничего, первый блинком. Хотя, я говорю, мне вот так нравится. Микроволновой печи бы все получилось. На ошибках учится. Две три шоколад испортила. Уже бы я съел. конвертики незаумительные. И, кстати, вот нам звонила женщина, говорила, в жиру плавают. Нет, не жирный жир, Каролиночка? Нет, очень вкусный. Жир вообще не чувствуется. Влад идет нас спасать шоколадом. Интересно, каким образом? Я, кстати, почти... Я говорил тебе, разбавляю, разбавляю, ничего страшного. У меня сейчас больше воды уже не надо. Не нужна. Измельчивать хорошенько. я вот тут похудею. Кулинарную программу ем. Программа дачники ем. Знаете, почему я в дачников ем? Открой секрет. Чтобы Юлия, Нингулова, Юлия, Роман, не смущалась. Потому что, когда я говорю, она сбивается и начинает смеяться и передача портится. Поэтому у меня рот затыкает всякой едой. Я ее видеть уже еду не могу. Где Влад идет нас спасать? Спаситель! Ну, в принципе, картинка. Три минуты. Почти. Затем лей прямо. И он красиво разползется. Вот сюда налить, чтобы зрителям было красиво. По краям теклу. Потом украсть. Кто-то потом будет смыть это все. Это мои щиты. Ну, кто это все. Может убирать? Куда? Так. Там все горячо. Чтобы он еще разгорел. Ну, вот такие дела, дорогие наши телезрители. Вообще можно вот еще накрошить сюда сыпать обычно крошат. корочки. Банан раскладывай. Сейчас сразу. Чего? Вот так? По бокам его. По бокам? Не, по бокам я не смогу. Нам пора прощаться. Убираем весь наш. Это чистая кривка, чистая? Чистая. Красоту создаем на финал. так, я эти сожгу в свои блюда. Опа. Вот они красавцы. Вот они мои милые конвертики. Какой я хороший кулинар. А ты кондитер, ну ладно, неплохой. Чего уж там. Главное, мне даже без подсыпки твоей плюшки понравились. А это дорогого стоит. Да, Вот так, дорогие теледрители, провели мы с вами вечер наш сегодняшний. Ой-ой-ой, там же видно в кадре это вот надо убрать, красота, где нас бы взяли как-то поаккуратнее. Так более-менее, да? Одна минута у нас осталась с вами. Жалко прощаться нам. Ну а что делать? Спасибо, что были пятничный вечер с нами. Разбитое сердце называется пирог. Почему же разбитое? Давай тогда несбывшиеся мечты. Ну, ты же его мечтала другим немного увидеть, нет? Немножко, да. Ну, поэтому мы его назовем несбывшиеся мечты, и Лешки на счастье. Ну, почему нет? Вот такие мы дали рецепты. Хотите узнать, как это все приготовить? Смотрите нас на ютубе, там эту программу сейчас отматываете назад и снова смотрите. А мы пойдем домой спать.